Я Родионов Никита, начальник производственного участка, и я в Тверь-Тим. Образование у меня гуманитарное, потому что так сложилось, скажу так, потому что с детства человек я сам по себе коммуникабельный, и именно в разговорной теме образование, социологическое. Потом, спустя время, поработав по образованию, я понял, что это не совсем мое, потому что оно, с одной стороны, интересно, а с другой стороны, как-то все равно не в своей тарелке. А мы все стремимся к качеству, но мы люди, не роботы. То есть роботу не нужен обед, ему не нужен, грубо говоря, отдых. За ним нужно просто ухаживать и обслуживать. Какое бы большое количество роботов ни было, должны быть люди, которые должны будут это обслуживать. Искоренить полностью рабочих не получится, вот это все равно останется. Сложность, наверное, первая для меня была в том, что я стал мастером той самой бригады, в которой я работал. То есть нужно было сразу же поставить себя таким образом, что все, мужики, мы работа работой, друзья друзьями. То есть за проходной мы будем общаться, как общались. Но, извините меня, с данного момента я уже руководитель, и мы уже не будем с вами там вась-вась и решать проблемы каким-то другим путем. Для меня нет людей, с которыми я не смогу найти общий язык и путем общения не найти путь какого-то решения. В тебе видят потенциал, тебя продвигают, ты работаешь, все. Так же может быть и с человеком в любом возрасте совершенно. Люди думают, что там, где просто, они там заработают больше, а там, где сложно, не заработают ничего. Но это, на мой взгляд, очень опромечиваю. Есть люди, которые приходят на работу, и день прошел, слава богу, а кто-то понимает, для чего он здесь и что он будет делать. Исходя из этого, уже и вот эта планка финансовая, она уже и зависит. Если ты приходишь работать, то ты заработаешь свои деньги. Если приходишь сюда просто провести время, то совершенно нет, я так считаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова